Отечественные автомобили станут доступнее. Теперь российские машины можно приобрести по льготному кредитованию. Такая мера, по мнению чиновников, поможет поддержать отечественного производителя, продажи которого в феврале 2015-го упали на 38% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Подробнее о других нововведениях в обзорном материале нашей программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выезд за рубеж на 5 лет. На аналогичный срок уклонисты будут лишены возможности занимать государственные и муниципальные должности. Российские пенсионеры, переехавшие на постоянное место жительства за границу, могут лишиться пенсионных выплат в России. Соответствующий законопроект подготовили депутату Госдумы. Отсутствовать в стране пенсионер должен не более 183 дней в году. Если после этого пенсионер вернется на родину и пробудет в России более полугода, выплаты возобновят. Также прекращение коснется лиц, сменивших гражданство, и пенсионеров с двойным гражданством. Сегодня за границей проживает более 2000 пенсионеров из Саратова. Все они получают выплаты от регионального отделения пенсионного фонда. Жители России смогут приобрести отечественные автомобили по льготному кредитованию. Правда, их стоимость не должна превышать 700 тысяч рублей. Такая сумма включает в себя практически всю продукцию, которая выпускается сегодня на российских автозаводах. Частично попадают в этот список и автомобили иностранных марок, которые производятся на территории России. Ставка по льготному кредиту будет в рамках 70% от ключевой ставки Банка России. Кроме того, правительство планирует запустить программу поддержки операционного лизинга. Также продлили и программу утилизации. На второй квартал 2015 года выделено 5 миллиардов рублей. По расчету Минпромторга комплекс подобных мер позволит компенсировать падение авторынка на четверть.